Продолжаем информационный марафон и вот далее какую тему будем обсуждать. В России началась подготовка к президентским выборам 2024 года. По данным аналитиков Украинского института будущего, у россиян снова не будет альтернативы. После внесения изменения в Конституцию Российской Федерации три года назад, у Путина обнулились все предыдущие сроки и он снова будет баллотироваться в президенты. Цель Кремля – использовать все выборы как плацдарм для укрепления абсолютной власти Владимира Путина. О том, что ожидает россиян в ближайшем будущем и возможно ли изменения после смены власти в России, смотрите далее. Путин сможет баллотироваться на выборах президента в 2024 году и в 2030. Кремль уже начал к ним подготовку. В администрации президента России планируют использовать все средства, чтобы максимально укрепить режим личной власти Путина. сообщают аналитики Украинского института будущего. Вся предвыборная повестка в цикле 2023-2026 годов формируется и будет формироваться через призму неудачной украинской кампании Путина. Начав с идеи о том, что спецоперация должна предотвратить появление Украины, как анти-Россия режим Путина приходит к тому, что начинает строить в России анти-Украину из статьи Украинского института будущего. Так, на 10 сентября этого года в России запланирован единый день голосования. Россияне будут выбирать 21 губернатора и голосовать за законодательное собрание 16 субъектов Российской Федерации. Кроме того, будут избирать около 6 тысяч законодателей муниципальных образований. Российские политологи уже говорят о том, что кампания пройдет в новой реальности. И по ее итогам станет понятно, какие слова доходят до избирателей, а какие вызывают недоверие. Поменялись избиратели, поменялась эпоха. Избиратель делает выбор более осознанно. Голосующий больше не готов путаться в заумных фразах. Он хочет получить объяснение в простых и понятных выражениях, что кандидат планирует сделать для улучшения уровня жизни. Это делает их выбор, с одной стороны, более осознанным, но с другой требует новую тональность. Назовем ее циничной откровенностью на смену новой искренности. Евгений Минченко, российский политолог для «Эксперт.ру». Солдатские матери и вдовы – категория населения, которую российская власть считает потенциальной угрозой на предстоящих региональных выборах. С осени прошлого года именно они становились организаторами публичных акций протеста. На одной из последних жительницы Татарстана жаловались чиновникам, что их мужей и сыновей отправили в зону боевых действий в Украину без снаряжения. Им приходится идти на штурм практически без вооружения, как пушечное мясо. При этом военнослужащие армии в ДНР не идут в самое пекло с неопытными мобилизованными ребятами. Также на штурм направляется мобилизованное из рот обеспечения, которое изначально даже не готовились под такие задачи. Чтобы купировать недовольство этой части электората, российские власти могут начать их политическое выдвижение в качестве кандидатов на региональных выборах. Появление в списках в законодательных собраниях кандидаток-матерей уберет социальное напряжение и заодно сделает их абсолютно управляемыми, считает эксперт. Помните, как в Советском Союзе были же там доярки, ткачихи, которых для галочки садили депутатами, и они, в принципе, ничего не решали. Поэтому они будут играть вот такую роль вот этих доярок и ткачих. Президентские выборы в 2024 году должны стать главным электоральным событием цикла 2023 и 2026 годов. Планируется, что после них вопрос о транзите власти окончательно уйдет. Путин будет идти на выборы как безальтернативный кандидат, говорит Загородний. Еще пять лет назад он думал о преемнике, но неудачное развитие войны в Украине, вплоть до риска военного поражения, обозначило очевидную перспективу для правителя России. Гарантией его физического выживания является нахождение не просто во власти, а в абсолютной власти. Фактически все политическое поле зачищено, ненужных людей там нет, ресурсов для того, чтобы победить, тоже нет. И поэтому я даже не представляю, кому Путин может победить. Если только решение это будет элит о том, что нужно избавляться от Путина, а избавиться от Путина можно только физически его устранив. В диктатурах любой вопрос, разговор даже, мысль о транзите власти всегда приводит к дестабилизации этой власти. Если не будет свергнут режим, то выборы в Госдуму в 2026 году пройдут в условиях полного контроля, говорят эксперты. В нынешнем парламенте уже нет оппозиции, нет дискуссий, законодательных инициатив. Россия будет и дальше закрываться от всего мира и деградировать, считает российский оппозиционер Андрей Сидельников. В России нет никаких выборов. Института выборов как такового не существует в Российской Федерации. На сегодняшний день, уже на протяжении долгих лет, даже, можно сказать, десятилетий, власть России может делать все, что угодно. Она, в общем-то, объявляет так называемые выборы и записывает потом результат, оглашает, который им нужен, который интересен. И это совершенно не означает, как голосуют люди. Мы прекрасно понимаем, что все выборы фальсифицированы в угоду правящей элите. Любые изменения в России возможны не в результате выборов, а только после полного отстранения Путина от власти, вследствие смерти или государственного переворота, считает Сидельников. Новую систему нужно выстраивать заново, в том числе и избирательные законодательства, и готовить общество к свободным выборам. Но пока в России будет легитимным режим с Путиным, это невозможно. Наталья Белокудря, Евгений Кармазин для телеканала Freedom.